Всем привет! Сегодня хочу предложить Вашему вниманию обзор смартфона от компании Caterpillar Cat S50 Актуальную цену можно посмотреть по ссылке внизу видео Я же напомню, что нам очень важна именно Ваша оценка обозреваемого смартфона Если вам понравилось, ставьте лайк Если не понравилось, ставьте дизлайк Давайте посмотрим, что входит в его комплектацию Итак, сам смартфон Техническая документация Гарантии металона и краткая инструкция Зарядное устройство с выходом USB Топ зарядки 1 Ампер И камер microUSB Стере гармитуры в комплект не входит Смартфон представлен стандартом 4-фактори Миноблок Имеет 4,7 дюйма Дисплей с разрешением HD 720 на 1280 Фронтальная камера внутри мегапикселя Датчик приближения освещения Динамик, микрофон Справа идет заглушка, которая закрывает Разъемы microSD до 64 гигабайт И установка микро-сим-карты Также идет качель громкости И посередина клавиши, которая при долгом нажатии Включает фонарик Что очень необычно сам по себе И в то же время, опять же, быстрый доступ Фонарик защищенный, яркий Слева идет кнопка включения И разъем для microUSB Сверху разъем для серио-гармитуры 3.5 Также под заглушкой Задняя крышка здесь рифленая, приятная на ощупь Здесь основная камера 8 мегапикселя За автофокусом вспышка и добавлен микрофоном И снизу решетка динамика Здесь же хотелось бы отметить, что аккумулятор здесь не съемный Он емкостью 2630 мАч Как обещает продаватель, до 16 часов в режиме разговора И 792 часа в режиме ожидания Также здесь строена NFC и беспроводная зарядка Все эти заглушки обусловлены тем, что Данный телефон защищен по технологии IP67 Способен выдержать удары с метров высоты Так и погружение в воду до получаса Сделана из армированного пластика Достаточно брутально выглядит Тем не менее, из-за рифленой задней поверхности В руки не скользит И 4,7 дюйма спокойно управляет средней рукой Работает смартфон в метрозонной системе Android Пристановлено здесь приложение Это, безусловно, сеть сервисов от Google Также есть своя сеть сервисов от Cat Рассвой магазин Также здесь есть радио Наушники являются антенны Без него, к сожалению, мы не сможем послушать А нового радио Также здесь есть антивирус Установленный И свисткей В быстром доступе здесь все стандартно Владелец, яркость, настройки Wi-Fi, прием сигнала сети Процент батарейки, режим полета, блютуз и GPS Яркость, я выставлен на максимум Можно автоматически от датчиков По настройкам здесь, в принципе, все стандартно Хотелось бы обратить внимание на встроенную память Здесь на 8 ГБ Доступно около 4.5 ГБ для пользователя Ну, опять же, Влада здесь можно расширить При помощи карты microSD до 64 ГБ Android здесь версия 4.4.2 Браузер здесь стоит Google По умолчанию, в принципе, достаточно шустро Открывает сайты Позволяет Вспользовать анимацию Также спокойно посмотреть обзор Не выходя в другое приложение Что, в принципе, достаточно удобно И интересно Подробнее посмотрим Качество картинки Это, конечно, на Ютубе Также Качество 720 Вставить HD В принципе, запас по яркости и контрасте хороший Углы обзоровой матрицы также большие На максимальных углах Все равно Мы их хорошо видим Нет искажений Никак цвета Так четко выражены границы объектов Давайте послушаем, что по звуку Динамик сзади 1 Громкость здесь средняя Но звонок мы с вами не пропустим Слышно неплохо Камера Камера здесь 8 Мп Как мы видим Слева всплывающие иконки Размытие, фото, видео И общие настройки Разрешение по качеству Основная камера здесь 7,7 Мп Максимальная снашение 4х3 И фронтальная 0,3 Мп Та же 4х3 Видео Основная В HD можно снимать Давайте посмотрим, как он сфотографирует Торец коробки Есть автофокус Поэтому в принципе Фотография получается неплохо Как мы видим четко выражены Буквы, цифры, легкосчитаем Все хорошо видно Для макросъемки в принципе Очень неплохо Макромерами для 8 Мп По техническим характеристикам Что можно сказать Дести пальцы Multitouch Здесь поддерживаются Antutu бенчмарка версии 5.3 Показал в принципе неплохую оценку Данному смартфону 17500 мультимедийный Подробно Процессор хороший Летается с емкими приложениями Оперативная память хорошая 2D графика хорошая 3D графика хорошая Большинство игр летает на средних Ниже мы уже к своей значимой теста По поводу аппаратной начинки Здесь можно посмотреть Что процессор здесь От Qualcomm Snapdragon 400 На графическом скоррекле Adron 305 С разрешением 720 на 1280 Оперативная память 2 ГБ Процессор 4-й ядерный До 30-го битна с частотой 1200 МГц На графическом скоррекле Можно разогнать до 450 МГц Плотность пикселей до 320 на дюйм И Дести пальцы Multitouch Фронтальная камера на 3 МГц Иси-тиси Датчик направления Приближение Освещение Опас Положением Посмотрим Как будет Вести себя В такой простой игрушке Как в Southway Surface Как мы видим Графика в принципе Неплохая Происок как вдаль Так и по краям Графический адаптер В принципе Хорошо сглаживает По Также Смотрим Что он неплохо Реагирует на дисплей На касание Тоже быстро обрабатывает Никаких проблем В принципе Здесь не возникнуть Не должно Персонаж четко слушается И все время Откликается Что ж Посмотрим Что-нибудь Посерьезнее Например Asphalt 8 От компании GameLoft В принципе Как мы видим В принципе 2 ГБ Аппаративной памяти Неплохо Справляются Очень быстро Сворачивать Открывает приложение То есть Надежка Минимальная Хотя Конечно Для мультивидиного В принципе Так и должно В принципе Asphalt 8 Очень интересная игрушка Плюс У него достаточно много Спецэффектов Красивые пейзажи Неплохие машины Отражается небо В стеклах Под дымск Под колес При торможении Специфетка При аварии Ускорении В принципе Ирушка Очень интересная И очень серьезная Нагрузка На процессор Трофический ускоритель Неопротивная память Как мы видим Выглядит все Очень неплохо Разрешение HD Машины Мы видим Также Хорошо Смотрится Прорисок Как вдаль Так и текстура В принципе Как мы видим Хорошо Отображают Отражаются Управление Так же Мы видим Легко Никаких проблем Не изникает Датчики Четко Работают При аварии Машина Разлетается На много Частей Итак Давайте Подведем Интог Получился В армированном Пластике Смартфон Который Не боится Падений Воды Пыли При этом Обладает Неплохой Камерой 8 мегапикселей Неплохим Дисплеем С хорошими Глобами Обзора Так же Он достаточно Производительный Есть В нем Слот Для Карты Памяти Для расширения Места Так же Есть Все Временный Bluetooth И Wi-Fi Так что Очень неплохой Опять же Как обещает Продавитель До 16 часов Режим Не сдал Большое спасибо За внимание Подписывайтесь на наш канал Комментируйте Задавайте вопросы Всего вам доброго Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...